Итак, друзья, продолжим, продолжим. Бизнес-канал на Финам.ФМ. Меня все еще зовут Олег Дмитриев. А сейчас время поговорить о бизнесе непосредственно, конкретно о том бизнесе, который делается в России и встретиться с людьми, которые делают этот бизнес. Я, извините уж, уважаемые слушатели, сейчас с особым удовольствием скажу вам две вещи. Ну, первую вещь. Передо мной в студии сидит очаровательная девушка. Она сегодня у меня в гостях. И вторая вещь тоже не менее очаровательная. Сегодня пятница, преддверие выходных, замечательная погода. И так случилось, мы не готовились к этому, так случилось, что тема сегодняшней программы свадебный бизнес в России. Я вспоминаю, это, по-моему, выдержка из каких-то русских народных сказок. Там в конце обычно говорят так, перком да за свадебку. Так точно. Итак, свадебный бизнес в России мы обсуждаем сегодня с моей гостьей. Это Елена Обозная, основатель свадебного бюро «Хони Муд». Добрый день, Лена. Добрый день. Уважаемые слушатели, для вас еще раз я напомню, хотя понимаю, вы все это давно уже знаете, вы это запомнили, у вас это в подсознании. Ночью вас разбуди. Вы ответите на этот вопрос. И тем не менее, телефон в студии 6510996, код Москвы495, сайт компании «Финам.фм». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Елене. Она обязательно на все из них, я уверен, ответит. Ну, первый вопрос, Лен. Как, собственно, случилось так, что вы занялись этим нелегким, я бы сказал, трудом? Ну, на самом деле, для вас он, наверное, нелегкий, а для меня это радость каждого дня, потому что я мечтала об этом с самого детства. Провокационный вы сейчас не вопрос. Для меня это, наверное, в каком смысле? Нелегко жениться, да, в этом смысле? Ну, вам, наверное, не очень легко будет организовать свадьбу, потому что вы занимаетесь другими делами, не менее важными. Для меня это очень легко и просто, и это приносит мне огромную радость, потому что я с самого детства мечтала этим заниматься. Бог с вами. Прям с самого детства вы мечтали... Я думаю, что Яинская Лукаец. С самого детства вы мечтали быть невестой. Наверняка все девочки об этом мечтают. быть невестой. Да, свадебное белое платьишко, фата, там все это. Все об этом. Мечтала о принце. Принц прискакал. Вот уже 10 лет мы вместе с любимым мужем. Так приятно. И просто лет на 16 мои взрослые подружки стали жениться. То есть выходить замуж. И я, соответственно, всех женила. Кстати, да, я вспоминаю этот замечательный период. У меня он чуть позже был. Ну, так просто устроена жизнь. Из армии, я помню, мы начали приходить. Все одноклассники, да. И все потихоньку начали жениться. И вот, что не неделя я даже, ну, что не месяц как минимум, обязательно кто-то из друзей женится. И ты идешь на свадьбу, и вот это все замечательно. У меня в один год было 18 свадеб. 18. То есть это было вообще... Даже чаще, чем раз в месяц. Да, то есть это было прям круто. Вообще здорово, да. В этом, с этой точки зрения, здорово иметь много друзей. Это так. Да, потому что они однажды поженятся, пригласят, салатику поедим, как говорят, да. Да, как моя мама рассказывала, что они в молодости на свадьбе приходили покушать. Были студентами. Исключительно, конечно. Единственное, что я боюсь, что если вы приходите на свадьбу своего студенческого сотоварища, то особо покушать там нечего. Ну, сейчас есть родители, которые могут помочь. Да, слава богу. Кстати, о родителях мы тоже сегодня обязательно поговорим. Итак, ваша, я так понимаю, да, детская, юношеская мечта осуществилась. Вы начали этим заниматься. Именно потому, что прежде всего, насколько я понимаю, эстетика вас привлекла, да? Эстетика. Меня привлекает... Я вообще считаю, что у каждого человека есть какая-то миссия в жизни. То есть... Это здорово. Мне кажется, что моя миссия приносить радость. То есть мне хочется действительно эту радость приносить посредством того, что я делаю. А я создаю свадебные истории. То есть я считаю, что вообще свадьба — это маленькая история любви. И каждый человек, то есть та пара, которая ко мне обращается, у них есть своя история, которую мы можем интересно рассказать. Рассказать близким людям. Лен, извините, я правильно понимаю, что... Ну, во-первых, огромное вам спасибо. Действительно, да, если человек занимается бизнесом и на первом месте у него не... Пардон, не... Как бы это... В эфире сказать. На первом месте у него не зарабатывание денег. Там другая у меня фраза вертелась на язык. Ладно. Вот. То есть у него есть некая, да, эстетическая составляющая. Морально-нравственная, я бы сказал. Или да, вот в вашем контексте эта миссия. Это здорово. Это здорово. И на самом деле, исходя из практики общения, да, с бизнесменами, здесь каждый день новый человек, новая история. И вот, как правило, успешным человек становится только потому, что у него нет вот этой, как бы, да, прагматичной такой задачи. А у него есть нечто большее. И внутри этого большего, естественно, и решается и задача. Вы знаете, я в это абсолютно верю, потому что в основе всегда стоит любовь к своему делу. А потом деньги, они обязательно будут. То есть если ты вкладываешься, если ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, то деньги будут обязательно. Как бы просто вопрос времени. Совершенно верно. По-другому быть не может. Я с вами согласен абсолютно. Ну так вот, возвращаясь к этой идее, к этой миссии, да, правильно я понимаю, что, ну, в вашем исполнении или для вас конкретно свадьба, это не просто некий ритуал, иногда достаточно скучный с многими, ну, как минимум, вот в современной, да, нынешней действительности, со многими ритуалами, которые вызывают зевоту или даже набивают оскомину, ну, какие-то неприятности. То есть вы оригинальничать каждый раз, это что-то иное. Правильно я понимаю? Мы стараемся, да, придать какую-то новизну и именно рассказать историю каждой пары. Потому что у каждой пары индивидуально, и они все разные, все по-разному познакомились, у каждой пары разная история любви, которую можно каким-то образом рассказать красиво посредством декора, посредством каких-то элементов, посредством тематики свадьбы. И это очень просто сделать. То есть нужно просто общаться с женихом и невестой очень плотно. Ну, я боюсь, что слишком плотно вам все равно не удается пообщаться. Ну, сколько вы, у вас пришел заказ, да, вы, естественно, встречаетесь, какие-то финансовые вопросы уточняете, ну, и по поводу сценария. Ну, какие-то акценты расставили, ну, еще пару раз, может, вы встретитесь до свадьбы, и что? Ну, на самом деле я встречаюсь очень часто, и более того, мы со многими парами становимся друзьями. С большинством, наверное, процентов 80. Мы просто продолжаем дружить. Представляю себе, если это интерпретировать на физике, на Facebook, например, на какой-нибудь, да, то у вас там уже шестизначное количество друзей, наверное. Ну, пока не шестизначное, потому что у меня бизнес достаточно молодой, именно как бизнес, потому что я этим занималась очень давно с юношества, то есть организовывала свадьбы друзьям, а именно как бизнес это стало буквально месяц назад, потому что месяц назад я уволилась из офиса и стала вкладывать в это все свои... А в офисе в каком вы были? Я работала в брендинговом агентстве, ведущем московском брендинговом агентстве, и занималась... Ну, это рядышком все-таки, да, брендинговое агентство, Это что-то связанное с рекламой, с пиаром, маркетингом, нет? Ну, это не очень рядом, потому что брендинговое агентство — это услуги, которые создают конкретный продукт. Я продукт не создаю, я больше создаю эмоции. То есть я создаю эмоции, которые люди получают в день свадьбы. Ну, можно, наверное, так сказать. Хотя, опять-таки, если все упрощать, да, и говорить сухим языком бизнесмены, все равно это продукт. Вот то, что вы делаете, это не хип-продукт. Хотя я понимаю, конечно, слово «продукт» здесь не очень ложится, да, потому что, действительно, радость с продуктом сложно назвать. Ну, в общем, да, сложно. Ну, с другой стороны, представляете, вот эти эмоции, о которых вы говорили, вы еще и монетизируете, как тоже это, да, не печально звучало, но бизнес-то, основная идея все-таки в этом, да? Да, основная идея, безусловно, в этом. И я счастлива, что я могу зарабатывать деньги своим любимым делом. И это так все сложилось, и сейчас я получаю огромную радость от этого, что, как бы, каждый день я просыпаюсь с тем, что как же круто, что сегодня новый день, и что сегодня много новых дел, которые можно сделать. И эти дела оплачиваются, то есть это круто. Ну да, то есть это приносит мне радость, это еще и деньги за это. В это невозможно поверить, это как-то даже нелогично, да? Я кайфую, еще мне и деньги за это платят. Но это, да, это высший пилотаж, я думаю, что человек, как у Конфуция, да, найди дело, любимое дело в своей жизни, ты не будешь работать ни дня. Да, так и есть. Примерно так это звучит, я очень рад. И, учитывая, что время немного до первых новостей, все-таки провокационный вопрос у меня. Неужели не было никаких вот в вашей практике, как минимум, никаких, ну, негативных, я бы сказал, событий, да, в сфере подготовки или в реализации, ну, или просто вот что-то там, затык какой-нибудь. Нет, все настолько гладко. Ну, пока не было таких вот глобальных моментов, то есть, ну, наверное, самый большой затык, который у меня был, мы забыли рамочки с фотографиями в зал повесить, но потом в течение там часа они появились в зале. Ну, я думаю, да, это небольшая проблема. Я не могу сказать, что это был большой. Ну, я просто к тому, что ведь ваш бизнес, да, это общение с людьми, это человеческий фактор, разные бывают люди, даже если представить, да, что понятно, что это важное и радостное событие внутри, в жизни любого человека, ну, один человек такой, другой сякой, вот, один нудный, другой излишний, наоборот, требовательный. Люди, безусловно, все очень разные, и в этом их прелесть. То есть, еще, наверное, мне повезло в тем, что я очень люблю людей, и поэтому... А у вас домашние животные есть? Нет, домашнего животного нет. Ну, то есть, мне нравится общаться с людьми, то есть, я получаю колоссальное удовольствие от общения, потому что люди действительно разные, и у каждого человека можно чему-то новому научиться. И вот так же я вольна выбирать, то есть, я, безусловно, перед тем, как принимать решение работать с той или иной парой, мы встречаемся, мы знакомимся друг с другом, потому что они так же могут... Мы можем просто не сойтись, они так же могут сказать, ну, вот, ну, как-то не так. Ну, они хорошо, я допускаю, они скажут, мы отказываемся, ну, там, по причине сметы или там еще какие-нибудь. А вы можете отказаться? Да. Ну, имеется в виду, гипотетически можете, а примеры были такие? Ну, примеров, наверное, не могу сказать. То есть, лично я никому не отказывала, но были случаи, когда, как бы, в голове эта мысль мелькала, и люди сами отказывались. Ну, это, знаете, как бы мысль материализуется. То есть, вы еще и телепат, да, вы послали такой флюид, что, ребята, скорее всего, у нас с вами ничего не получится, как-то не ложится, да, сейчас восприятие вашей действительности, и раз в ответ, и вон что. Ну, таких случаев немного. Ну, таких случаев вообще я могу сказать, что, ну, прям, можно по пальцам пересчитать, но я со всеми стараюсь сохранить хорошее отношение. Ну, это здорово, здорово. То ли, с людьми же общаемся. Конечно. Сейчас мы прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Друзья мои, друзья мои, продолжаем наш эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в гостях у меня Елена Абозная, основатель свадебного бюро «Хони Моу». И мы говорим о свадебном бизнесе в России. Напомню, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте вопросы. Вопросы, Лен, уже есть, но мы к ним чуть позже тогда вернемся. Давайте продолжим наш разговор. Теперь меня интересует вообще, если посмотреть более широко на этот бизнес, на эти вещи, насколько вообще востребованы в России услуги подобных агентств, да, агентств подобных вашему. Именно в России, вот российский менталитет, да. Я, извините, прежде чем ответить на этот вопрос, я вспоминаю сразу известные фильмы, голливудские фильмы, в частности, помните, с Джей Ло, да-да-да, вот, например. И вот там есть некая, ну, я бы так сказал, некая культура, что ли, видимо, уже воспитанная, да, в подсознании, ну, если не веками, то десятилетиями, это точно. Причем из фильма в фильм, вот какой бы, в каком американском фильме, да, не было свадебного мероприятия, настолько все одно и то же, да. Это, с одной стороны, может быть и не очень хорошо, а с другой стороны, понятно, что там есть ритуал выстроенный, никто против него не сопротивляет, потому что все знают. Если это свадьба, это должно быть вот так. В России мне видится все же, ну, с учетом моих прожитых лет, в России мне видится, что, ну, отношений такого вот стандартизированного свадебного мероприятия здесь у нас нет, по крайней мере. Ну, есть какие-то, да, основополагающие вещи. Ну, и отношение к самой свадьбе, вот оно неоднозначно, да, как вы думаете? Вы знаете, все меняется, то есть, если год назад, наверное, не очень было актуально, то есть, свадебный организатор, многие люди не совсем понимали. Сейчас, по крайней мере, все знают, кто такой свадебный организатор, все знают, что есть свадебное агентство, и там жених с невестой уже вольны выбирать. Либо они самостоятельно делают свадьбу, либо они отдают это на откуп. И больше, больше они все-таки дают уже людям, как бы профессионалам заниматься подготовкой к свадьбе, потому что молодые бизнесмены, им некогда. Вот, вот, я хотел бы дать, чем мотивированы люди? Освобождается свободное время, правильно? Да, во-первых, освобождается свободное время, во-вторых, в процессе подготовки к свадьбе можно разругаться настолько, что можно, в общем-то, и не жениться. Это главный риск, я сейчас просто сделаю себе пометку, что лучше действительно отдать, а то, не дай бог, еще и до свадьбы не дойдет. Нет, потому что настолько много нового узнаешь о своем партнере, пока готовишься, как бы невесты, они же все, мне все хочется. Лена, милая, послушайте, а не стоит ли рассуждать о таком случае? Так лучше уж мы подробнее узнаем друг о друге до свадьбы, да, и от греха подальше разойдемся, чем потом, представляете, мы торжество это справили, да, огромное количество денег убухали, а потом начинают выясняться подробности и через год развод. Ну, от этого никто не застрахован, и люди настолько разные, на самом деле сейчас пары начинают вместе жить уже как бы до официальной регистрации даты, и поэтому у них очень много периодов, когда они могли пройти этот путь. То есть и свадьба, подготовка к свадьбе, очень многим не хочется этим заниматься, не то, что не хочется, просто нет времени на это, вот именно настолько, да. Давайте с другой стороны, вот что такое включает в себя, ну, прям схематично, да, подготовка к свадьбе, основные вехи, я бы сказал, основные акценты, на что? Основной акцент, сначала мы встречаемся с женьхом с невестой, то есть я узнаю, как они познакомились, узнаю их историю любви, и мы находим вместе, находим какую-то интересную идею, которую мы можем положить в основу, как бы, всей концепции свадьбы. Ну, это, я согласен, это интересно, это творческий момент, а есть рутина некая. Этот момент очень важен, потому что на основе этого уже выстраивается поиск зала, выстраивается поиск фотографа, видеооператора, ведущего. Да ладно, а какая разница фотограф, видеооператор и идея свадьбы? Ну, вы знаете, сейчас огромное количество фотографов, видеооператоров и ведущих, которые разные по стилистике своей. Ну, я предположу, вот если у вас уже агентство свое, у вас есть наверняка и фотограф, с которым вы работаете, и видеооператор, и ведущий, там, да, или как Тамада его еще. Ну, Тамада уже в прошлом, уже сейчас не называют. Это ругательное слово, насколько я знаю, ведущий, назовешь его Тамаду, и можно и в морду получить, не знаю. Ну, да ладно. Так вот, наверняка же в любом случае вы будете предлагать именно этих своих партнеров, чем эфемерно какого-то там другого, якобы подходящего под идею. Ну, если я понимаю, что вот есть идея классная, но, допустим, люди, с которыми я работаю, моя команда, они не очень подходят ложаться в эту концепцию. А зачем вы с ними работаете, если они... Нет, я к тому, что люди разные, то есть есть один человек, который может так преподнести, другой человек по-другому, и мне важно, чтобы был результат финальный. Ну, хорошо, ладно, давайте. Даже если вы возьмете фотографа на стороне, это не страшно. Но, тем не менее, смотрите, нужно что сделать? Надо заказать видеосъемку, заказать фотографа, заказать ведущего, заказать ресторан. Заказать ресторан, потом дальше идет работа с декораторами, то есть сейчас все свадьбы... Украсить ресторан, то бишь, да? Да, то есть украсить ресторан, но украсить это не просто шарики, то есть шарики это уже банальность, и уже никто, в общем-то, не украшает. А чего сейчас тогда? Вместо шариков что? Вместо шариков очень много других элементов, которые можно использовать. То есть, например, мы сейчас готовимся к свадьбе в стиле путешествия, потому что ребята очень любят путешествовать, и свадьба у нас будет проходить в яхт-клубе, и у нас там будет всё связано с путешествиями, самолёты, велосипеды, яхты и так далее. И все детали от начала самого приглашения гостей на свадьбу, всё в стиле путешествия. Гости уже сразу понимают, что они приезжают в ту или иную страну, то есть делается стиль свадьбы. Мы выбрали цвета, которые любят жених с невестой. А жених с невестой молодые, кстати? Молодые. Я просто к чему это спросил, что наверняка вот подобные, ну давайте так, игровые варианты свадеб, они, наверное, всё-таки молодёжи больше, да? Не обязательно. Человек за 30, наверное, уже к этому скептически относится. Ну, вы знаете, я не соглашусь, потому что, если сравнивать, как бы, здесь нет понятия возраста, здесь есть понятие состояния души. То есть, если человеку за 30, но он там такой... То есть, любой врачующийся, он сейчас в полёте находится, да? И у него состояние души такое, что ему всё вот это... Все разные. То есть, есть люди, которым, наоборот, не нужна никакая тематика, им хочется просто вот, ну, красивой свадьбы, красивый декор и просто там красивые какие-то цвета использовать. Без проблем. То есть, но есть очень многие, которым хочется придумать какую-то идею. И мне действительно хочется в каждую свадьбу вложить эту идею, чтобы свадьбы не были шаблонными. Потому что вы абсолютно правы, чтобы вот эта вот шаблонность уже, как бы, которая надоедает... Вот. Причём я говорю, на свадьбу приходишь, ты знаешь, что будет дальше. Сейчас мы, значит, за жениха, за невесту первый тост, потом за маму, за папу второй тост, потом что там у нас первый танец молодых, да? Потом прошлись, собрали деньги, вот, потом танцы, ну, и дальше кто выдержал? Ну, да, так и есть, но те ведущие, с которыми я работаю, у них немножко другая концепция ведения, то есть свадьбы. Очень многие традиции сейчас можно заменить какие-то неформальными вещами. То есть, например, элемент такой, как каравай. То есть, многие отказываются от этого. То есть, подождите, каравай можно заменить чем-то, да? Да, можно. Хотя каравай, Лена, дорогая моя, каравай, это традиция вековая. Вековая, да. Причём здесь есть символизм именно, правильно? Есть, есть. На что заменить? Можно заменить, например, очень классная идея, недавно ведущие подсказали, то есть можно взять арбуз, поделить его на дольки, и жених с невестой на скорость съедают этот арбуз, и у кого больше семечек, тот, соответственно, глава семьи. То есть, это другая форма, другая подача. Нет, с караваем никакого отношения, к караваю, я считаю, никакого отношения не имеет. Ну да ладно, ладно, ладно. Ну просто, жених с невестой, очень часто я слышу, они говорят, пожалуйста, без караваев, без выкупов, без там, там, тамады и так далее, и так далее, и далее по списку. Поэтому мы стараемся находить какие-то элементы, которые можно заменить, но при этом сохранить традиции, потому что будет взрослое поколение, которое обязательно в течение свадьбы подойдёт и спросит, где? Конечно, конечно, где? Потому что очень часто сейчас ребята, молодожёны, они сами организуют свадьбы и сами за них платят, и родители очень чаще всего не знают вообще, что будет на свадьбе, для них это полный сюрприз. И чтобы не было прям такого уж сюрприза, что ничего нет. По секрету скажу, родители иногда вообще не знают, что свадьба, что завтра у них свадьба. Забавно. Да. Есть вопрос, кстати, вот по существу от Анастасии, давайте мы на него ответим. Пишет она следующее, Анастасия пишет следующее. Елена, вы отказались от, в скобках предположительно, достойного, постоянного, ну бог с ним, с достойным, вы отказались от постоянного заработка ради любимого дела. Вот, собственно, да, констатация, так ведь это, да, вы ушли с работы, вам платили зарплату, и сейчас вы собственным бизнесом занимаетесь. Главная особенность любого собственного, особенность любого собственного бизнеса, что не знаешь, что есть завтра, да, что будет ли что кушать завтра. Так вот, Настя задаёт вопрос, у вас никогда не возникала мысль, что свадьбы это всё-таки сезонный бизнес? Ну, во-первых, давайте ответим на вопрос с вашей точки зрения, а во-вторых, вот если можно поподробнее расскажи, действительно, сезонность есть какая-то? Да, сезонность есть, Настя, спасибо большое за вопрос, и действительно, он очень важный. Сезонность, безусловно, есть, то есть все хотят, чтобы было тепло, очень многие молодожены хотят, чтобы было тепло. Это начинается с мая по конец сентября, там, октябрь, ну, в зависимости от того, какая там, какая погода будет. Вариант взять и улететь в тёплые краны, края не рассматривается. Рассматривается, то есть это как раз-таки уже другой сезон, то есть, допустим, зимой очень можно предлагать там другие интересные истории, полёты там в другие страны и проведение там свадеб. И, на самом деле, при красивой подаче, при интересной подаче можно обалденную свадьбу сделать и зимой, и осенью, там, и весной. Подожди, 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 давай ответим на вопрос Насте, тем не менее, вот не возникало, ну, дело даже не в этом, что у вас мысль не возникала, это очевидно, да, что свадьба сезонный бизнес. Как это соотнести с тем, что вы бросили работу и занялись бизнесом, который сезонен? Ну, условно говоря, сезон там с весны по осень, а что вы делаете зимой-то, кушаете, что вы зимой? Пока я с этим не сталкивалась, потому что я не так давно с этим занимаюсь, но... Звезда шоу-бизнеса, знаете, есть у них такая формулировка, фраза, да, такая идея, что звезда шоу-бизнеса зарабатывает на весь год вот в сезон новогоднего чёса. Ну, может быть, так и есть. За две недели перед Новым годом, да, сколько корпоративчиков провели, и всё, и вот эти деньги кормят, потому что всё остальное, как бы, не особенно. Ну, просто у меня так получается, что подготовка к свадьбе занимает порядка, там, шести месяцев. То есть люди начинают с зимы готовиться к летним свадьбам. Подождите, это у них подготовка или у вас подготовка к свадьбе? То есть чаще всего мои клиенты обращаются ко мне за полгода. Да, то есть им огромное спасибо за это, потому что это действительно позволяет найти самую лучшую площадку, договориться с самым лучшим ведущим, там, и так далее, и далее по списку. Я сейчас опять захотел пошутить, извините, пожалуйста, что за полгода ещё и не знаешь, что женишься ты или нет, да? Ну, хочется верить. Это серьёзные ребята. Чаще всего обращаются люди, пары, которые уже давно вместе. И, как бы, свадьба, это уже такой момент, ну... Да, просто надо поставить, да, галку. Да, галочку поставить и всё, и порадоваться вместе со своими близкими. Ну, это нормально. Поэтому вероятность того, что там что-то произойдёт, очень низка. Вот, и поэтому у меня получается, что работа начинается, то есть она постоянно движется, то есть нет такого, что... Не, ну это удобно. Я понимаю, что если у тебя есть заказ за полгода до мероприятия, то ты можешь уже какой-то бюджет, да, правильно планировать. Конечно, да. У меня есть вот этот, да, через, там, в июне будет такой, такая отдача, в июле такая, да, уже в работе всё это. Да, 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 так и есть. Там уже предоплату какую-то, да, вы берёте договор, подпись, предоплату берёте, всё как положено. Да, так и есть. Плюс у меня ещё есть магазин свадебных аксессуаров, то есть... Что логично. Да, потому что я, когда готовилась к своей собственной свадьбе, помогала подругам, поняла, что в России очень много, вообще нет магазинов, которые действительно красивые европейские стильные аксессуары. И в основном это из Китая всё привозится. Ну, сейчас об этом тоже мы поговорим, такой сопутствующий, да, там. Да, да. Сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжим эфир на Финам.ФМ. Бизнес-класс в эфире. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем тему свадебный бизнес в России. И ещё раз с удовольствием я представлю мою гостью. Это Лена Бозная, основатель свадебного бюро Хонимут. Вот, Лен, значит, продолжим наш разговор, и у меня есть вопрос, следующий, следующий. Ну, мы ответили, да, я так понимаю, Насте, что отсутствие стабильности в данном случае, тем не менее, перекрывается тем, что вот заранее готовимся мы к заказам. И слава богу, что действительно, да, то есть можно такой бизнес-план достаточно долгий, да, среднесрочный прописать. Вот, вот, вот вопрос такой. Начала ты рассказывать о том, что есть некий сопутствующий бизнес, что логично, да, потому что вот есть агентство. Дальше, соответственно, вы выстраиваете там какой-то список, и вам нужно вот это, вот это, вот это, вот это. И начинаем думать, а где это брать? Туда поехали, сюда поехали. А почему вы это все вот здесь вот, да, не построите, и говорите, ребят, вот это наше все, мы проверим, это не Китай, это все там, Швейцария, Англия, да, там. Ну, вы знаете, у меня была идея как раз-таки привозить из Европы, Америки, но я столкнулась с тем, что огромное количество классных вещей, красивых, сделано руками в России. В России, Белоруссии, Украина. И сейчас у меня акцент именно на хендмейд, на люди, которые делают это руками. То есть люди, которые делают руками, создают аксессуары свадебные, просто потрясающие. Эксклюзивный товар. Эксклюзивный товар. А на ценники это не влияет? Это не влияет, потому что... Ну, если, давай сравнить с Китаем, не будем сравнивать? Хотя, кстати, не всегда китайское сейчас синоним плохого. Ну да, китайское очень хорошее, есть фабрики. Вот если берем европейский уровень, ценовой европейский уровень, и то, что вот хендмейд, да, ты берешь? Хендмейд будет дешевле, чем в Европе. Дешевле. Это связано с тем, что, возможно, я куплю это дешевле, но когда я привезу это в Россию, за счет таможни, наценок и так далее, это будет в два раза, а то и в три, и в четыре больше. И это, конечно, вырастает в очень большую сумму. И поэтому я отказалась от этой идеи сотрудничать там с Америкой и так далее. И я очень счастлива, что действительно огромное количество русских умельцев, и я счастлива представить их в России. Потому что многие люди, которые создают что-то руками, у них нет времени, то есть они творцы, у них нет времени на развитие своего именно как бизнеса. И в этом плане... У них, может, задачи такой нет. Ну да, то есть, а мне очень хочется показать, что... Сделал, продал, денежку получил. Да, мне очень хочется показать, что в России огромное количество людей, которые создают, как бы творят. Ну здорово. И они делают это потрясающе. Ну а что, например, вот из аксессуаров мы говорили, свадебные аксессуары? Что это? Из последнего, то есть, например, сейчас можно заказать букет, но не из цветов, а из тканных цветов, то есть из ткани. И он выглядит как живой букет, то есть не отличишь вообще. Это нормально? Это не признак плохого тона? Нет, это не признак плохого тона, потому что это... Причем я сразу представляю заключительный этап любой свадьбы, когда девочки друг к другу букетами начинают бросаться. Да, да. И тканные, наверное, больно. Ну тканные, здесь в этом плане тканные... По лицу получить тканным букетом. В этом плане здесь этот букет не кидают. Чаще всего кидают букет-дублер, так называемый. То есть собирается нетяжелый легкий букетик, который впоследствии может разлететься вообще на несколько букетиков. Ну и бог с ним. И там все невесты будут счастливы, все поймают. И все замуж на следующий год пойдут. Да, то есть это новая фишка такая очень веселая. Поэтому вот тканный букет позволяет сохранить некую историю, которую ты можешь передать там своему ребенку, дочери. То есть это букет, который можно будет... Это здорово, да. Да, это очень классно. Очень много вещей, которые там связаны с декором. То есть для декора свадьбы. Там подушечки, всякие там подвязки, заколочки и так далее, и так далее. То есть для красоты для девочек. А, кстати, вот, смотри, ты предлагаешь, да, допустим, своим клиентам вот есть аксессуары. Они спрашивают, а где это произведено, кто это сделал? Ты говоришь, это вот наши русские умеи. Да, да. И они сразу кривят лицо и говорят, нет, это нам, нет. Вообще такого вопроса не было. То есть потому что я прямо пишу, что это ручная работа. Да, это ручная работа. И не было ни разу, чтобы кто-то скривил лицо. Потому что я выбираю такие вещи, которых очень сложно отличить от европейских или покупных. То есть действительно очень красиво и уникально. В смысле я с тобой согласен, вот фраза «ручная работа», она все-таки на уровень поднимает как-то. Это не шерпотреб, это ручная работа. Это ручная работа, это индивидуальный подход каждому клиенту. Потому что здесь каждая вещь уникальна, и она будет уникальна для конкретного человека. Давай вот о чем поговорим сейчас. Ты приняла решение, серьезное решение, мы об этом говорили, уже оставила работу. Ну, муж, я надеюсь, тебя поддержал в этом начале. Да, безусловно. Ему спасибо огромное. Конечно, конечно. Мужчина рядом, тем более в такие времена, когда жизненный вектор смещается, это очень важно. И тем не менее, решение принято. Впереди, ну, я так понимаю, исходя из того, о чем ты рассказываешь, впереди все-таки есть какая-то перспективка. Она проследует, что она недалекая, эта перспективка. Ну, на уровне полгода тех же самых, о которых ты говорил. И тем не менее, смотри, ты выходишь на рынок, который все-таки усеян уже. Усеян, да. Усеян, да. И я предположу, достаточно плотненько он уже. Как минимум в Москве-то точно. Вот это не пугало? И сейчас, я не знаю, почувствовала ты, есть ли вот такие вот жесткие давления конкурентов? Там вы делите клиента, разрываете его на части. Да, ну что-то вот такое. Ну, из разряда бизнеса. Ну, знаете, к счастью, нет, потому что огромное количество, безусловно, свадебных агентств, и они очень разного уровня. Многие агентства, у них уровень цен, там, они берут, там, допустим, от полутора миллионов рублей, от двух миллионов рублей, потому что им нужно платить зарплату, там, подрядчикам, сотрудникам и так далее. Ну, потому что, да, у них и штат, наверное, человек 500. То есть, у меня в этом плане я более мобильна, то есть, я могу делать разные свадьбы. То есть, ты димпингуешь, так, на языке бизнеса, говоришь? Ну, можно так сказать, потому что, ну, у меня нет такой задачи, то есть, как бы, да, сбить цены, то есть, у меня такого нет. Я считаю, что у каждого есть будет свой покупатель, то есть, если человеку нравится то, что я делаю, нравится наша работа, то он придет ко мне, а не кому-то еще. Ну, логично, наверное, смотри, затевая малый бизнес, в данном случае, да, именно об этом стоит говорить, прежде всего, ты рассчитываешь на заказы со стороны, ну, как минимум, там, знакомых своих, да, или людей, которые пришли тебе от знакомых, вот, потому что, ну, массированную рекламу, наверное, да, сложно пока сейчас давать, вот. И не имеет смысла, на самом деле. И не имеет смысла, а локальная рекламка, может, она так и не сработает, только деньги потратишь, да, вот. То есть, в этом случае, вот, будущие твои клиенты, это, как правило, люди, да, близкие где-то. Да, потому что здесь работает сарафанное радио, и если человеку понравилось, он придет и расскажет это другому, там, своей подруге, условно, и на свадьбе огромное количество гостей, будущих невест, которые видят, а, здорово, классно, и у них уже, да, они знают, что можно заказать это здесь, и мы только рады. То есть, здесь как раз работает именно сарафанное радио, это круто. Давай, у нас еще один вопрос. Так, сейчас я его открою. Вот у нас вопрос от Ольги. Ольга спрашивает. Расскажите про самую необычную свадьбу, ну, что может быть необычного, да, история, какая-то тематика, может быть, опять, место проведения, действующие лица. Кстати, мне очень хотелось бы еще поговорить про действующие лица, кто там все-таки на свадьбах в основном зажигает. Ну, тем не менее, вот Ольга спрашивает, расскажи про самую необычную свадьбу, если есть такой пример, скажи. Ну, вот конкретно такого примера сейчас не могу сказать, потому что бизнес наш молодой, но мы сейчас готовимся к одной очень интересной и необычной свадьбе. И я пока не могу сказать, что это будет, но это будет... Ну, приоткрой, в чем ее необычность будет, в месте проведения или... Будет в месте проведения, и, в общем-то, по сути, да, то есть место проведения это будет... То есть, в этом главная фишка будет, да? Да, это будет, да, это главная фишка. Гости приходят и говорят, опа, мама родная, куда это нас позвали? Ну да, то есть, да, вау, и здесь элемент неожиданности, плюс мы хотим еще сделать интригу, чтобы гости не знали до самого конца, куда они едут. То есть, да, это будет прикольно. То есть, их вывозят в каких-то воронках, видимо, да? Да, 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 мы еще хотим, ну, просто ребята, которые хотят организовать, они очень веселые, и они прикольные в этом плане. Они говорят, давайте вообще там, скажем, что везем не знаю куда, там, прощайтесь с жизнью. Хороший юмор, мне нравится, да? Бедные гости, особенно среднего и пожилого возраста. Представляете, вот так их вывезли не весь куда, но оказалось, что все хорошо, это, оказывается, свадьба такая. Не, ну, в шутливой форме можно по-разному, конечно, преподнести, но если так сделать интригу, потому что многие уже наелись свадьбами, и все уже такие, а, опять свадьба. Ну, нет, нет, я не наел, ну, может быть, я давно не был на свадьбе просто. Ну, хорошо, давай мы вернемся к тому, чем наелись. Как вот традиционно, еще раз повторю, да, выглядит эта самая свадьба, ну, основные ее вехи, которыми наелись? Ну, основные вехи, то есть раньше это был выкуп, сейчас многие отказываются от этого. Потому что это тоже это такой, да? Во-первых, отказываются почему? Потому что жених с невестой уже давно живут вместе. Кого, куда выкупать, непонятно. Ну, изобразить-то это дело можно всегда. Можно, конечно, но просто наши подъезды, например, не очень позволяют там красивые какие-то выкупы интересные проводить. Забавно, я вспоминаю, да, свадьбу, которая была в деревне где-то у знакомых, и сейчас я представляю, люди живут там в небоскребах, и на 24 этаж, надо же с первого, пешком, устилая причем, насколько я знаю, да, каждую ступеньку, лестницу. А подружки невесты уж точно постараются. Да-да-да, это очень затратно, это очень затратно. Согласен, эту тему убирают. Да, то есть потом жених с невестой просыпаются вместе, и они обычно едут куда-то фотографироваться. Плюс, что еще заменяется? Очень часто сейчас ЗАГС заменяется выездной регистрацией. То есть обычно молодые... Подожди, а вы не знаете, что вот эта тетенька, которая в ЗАГСе стоит, она... Нет, это сейчас по-другому немножко. То есть кто-то хочет, может, тетеньку позвать. Боже мой, сколько мне лет, ты мне рассказываешь, другая жизнь такая. Да, другая, ты точно. Давно я не женился, я тебе хочу сказать. То есть получается так, что жених с невестой заранее расписываются для себя, то есть без шума, без гамма, без каких-то вот этих там, да, марш-медельсона и так далее. Неплохая музыка, я тебе хочу сказать. Неплохая, я согласна, там, за душу берет каждый раз. Это точно. Каждый раз, как замуж выхожу, ты это хотела сказать. Вот. И проходит регистрация уже в месте самого проведения свадьбы. И обычно регистрацию ведут близкие люди. То есть я стараюсь, я всегда рассказываю, что это будет гораздо лучше, чем пригласить какого-то незнакомого человека. Подожди, официально они уже зарегистрировались, да? Они уже зарегистрировались. У них штат в паспорте стоит, а это просто имитация такая. Да, это скорее не то, что имитация, это возможность признаться друг к другу в любви. У нас нет такой традиции в ЗАГСах, что мы говорим просто «да», но мы не говорим каких-то важных слов друг друга. Иногда нет, мы говорим. Ну, иногда бывает, наверное. То есть нет возможности действительно рассказать о своих чувствах и как бы поделиться этим со своими близкими. И вот как раз выездная регистрация позволяет это сделать. То есть сделать это в узком кругу, рассказать о своей любви, посмотреть другу в глаза. Скажи, пожалуйста, как выглядит выездная регистрация? Выездная регистрация выглядит следующим образом. То есть это ставится либо арка, либо цветочная какая-то композиция, либо еще что-то. То есть какое-то место обозначается, где будет происходить само действие. Безусловно, дорожка там. Ну, это опять калька, видимо, с этих самых голливудских фильмов. Здесь нет ничего плохого. Это же пришло все оттуда. И зачем что-то менять, изобретать велосипед, если это действительно красиво, и это трогательно очень. И поэтому гости рассаживаются. Там, насколько я знаю, обязательно, чтобы отец невесту вел под руку, передавая, там тоже символ есть, да? Мужчина передает этот девственный цветок в руки следующего мужчины. Да, может быть, и не доведет. Скажет, не, не отдам. Кстати, тоже вариант. Может быть. Вот, но на самом деле, да, так и есть. Здесь тоже, да? Да. Стараетесь вы? Ну, не то, что мы стараемся, это по желанию. Ну да, если хотите, мы сделаем это хорошо. Будет так же. Хотите, там, не знаю, они пролетят на вертолете, потом сразу будут... Ну, нельзя так. Если на откуп дать этим брачующимся, они же в эйфории находятся, у них адекватности решений-то отсутствует. Они что-нибудь такое сочинят, а потом тебе отдуваться придется. Для этого и есть я, который может немножечко скорректировать, исходя из бюджета, исходя из вообще возможностей. То есть вертолеты, да, не проходят по смете, не проходят вертолеты. Да, да, никак. Ну вот, извините, будет, не знаю, там... Хорошо, вот они подошли, кто там стоит, да? Там стоит, чаще всего это близкий человек, это друзья, там, потому что тогда есть возможность именно настоящести этой церемонии, что это не игра. То есть человек готовится и рассказывает, который знает пару, там, друг, например, близкий, и он рассказывает о том, что он чувствует об этой паре, как он это видит, и то, что, ну, свои эмоции. И потом происходит обмен, там, клятвами, признанием в любви, можно обменяться кольцами снова. Все плачут, да? Ну, по-разному. Кто-то смеется и показывает пальцем. Сейчас еще раз прервемся, новости на Финал ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, пятница, пятница на дворе, и, к сожалению, и время нашей программы уже заканчивается. 12 минуточек всего лишь осталось, а хотелось бы еще, да, Лен, еще поговорить. Тема тоже очень классная, я бы сказал, жизнерадостная тема. Ну, всегда, да, всегда брак, несмотря на его сомнительное название, все-таки это позитив, это движение вперед, это движение к радости, к счастью, к детям, опять-таки. Давай вернемся, и все-таки очень мне интересно, говорим об основных вехах свадебного торжества. То есть проходит регистрация, после этого сейчас нет такого, что ведущий каждый, там, 5 секунд просит... Предлагает выпить. Да, ну, выпить это обязательно, но просит, там, сказать тосты и обязательно подарить подарок, потому что очень многие люди, например, не хотят этого делать слух, но это такое вынуждение. Подожди, не хотят дарить подарки? Нет, не хотят, но они стесняются говорить слова, то есть при людях и так далее. Это нормально, потому что разные люди, конечно. Сейчас это заменяется следующим, то есть есть место, так называемый фотофон, где в стиле свадьбы ставится столик, жених с невестой стоят, их поздравляют по очереди гости, обнимают, то есть это такое неформальное атмосфере. Подожди, это до застолья? Это до застолья, это до, это вот прошла регистрация, и после этого идет такое неформальное общение, поздравления, фотографии, то есть пока все трезвые, пока все красивые, пока все такие вот... И здесь же идут вот эти поздравления и подарки, да? Да, поздравления и подарки, то есть чаще всего сейчас подарки это деньги, поэтому ставится красивая, да, красивая там в стиле свадьбы коробочка машины. А вот, кстати, на твой взгляд, вообще это хорошо, когда деньги в качестве подарка? Мне кажется, да, почему нет, потому что... Дает возможность выбора, да? Зачем мне этот половник, который мне подарили, или сервиз, третий, да, лучше... У нас пока нет такого, как в Европе, там, составлять виш-листы, и многие, там, в основном взрослые поколения, например, не совсем понимают, что такое виш-лист. Ну, я взрослые поколения, я не понимаю, что такое виш-лист. Виш-лист — это список пожеланий и подарков, то есть... Ну, заказ давай там, заказ, что там в списке пожеланий? И сейчас, ну, у нас такой нет традиции. Подожди, а интересно, а как это технически выглядит? То есть есть список, чего нам нужно, да, мы пожениться собрались с кем-то, и говорим, вот нам нужно для счастливой жизни это, 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 и там 50 наименований. И потом мы каждому из приглашенных гостей, вот это, да, и вы выбираете, что вы мне подарили, правильно? Ну, например, в Америке перед свадьбой создается сайт, на котором основная информация указана, в том числе и указан список подарков. У нас это только-только приходит сейчас в Россию. Вот они продвинутые в Америке. Ну, у нас это тоже сейчас приходит, и вот продвинутые, конечно, пары, они создают свой сайт, и это можно создать и сделать. Ну, а если сайт все-таки это, вот, это сложно, то как-то другими вариантами можно этот вишлист продвинуть? Поэтому, да, все, поэтому молодые говорят, дарите деньги. Все остальное мы, как бы, купим сами и скажем, вот, пожалуйста, это куплено на ваши там средства. Чаще всего деньги тратятся на путешествия. То есть свадебное путешествие, которое будет последовать за свадьбой. Лен, смотри-ка, у нас моя коллега на линии, Наташа Медлина, ведущая утреннего эфира. Видимо, она замуж собралась и хочет что-то у тебя спросить. Давай послушаем. Наташа, здравствуй, рад тебя слышать, говори. А, Олег, доброе утро. Тьфу, добрый день, я уже знаю. Ну, у нее по традиции утренний эфир, конечно. Да, Олег, ну, во-первых, я хочу сказать, что я была четыре раза замужем всегда удачно. Не знаю, приведет ли меня судьба еще раз. Наташа, Наташа, нет предела совершенства, понимаешь? Это, конечно, это, конечно, женись перед смертью за один день, наживешься. Я просто, вы заговорили о wish-листах. И я вот хотела рассказать буквально коротенькую историю о том, на какой свадьбе мне пришлось побывать. И мне эта история очень понравилась. Кстати, это было достаточно давно, но люди были очень продвинутые. Дело в том, что когда я получила приглашение на свадьбу, там внизу было написано. Это, кстати, было очень, так сказать, по-новаторски на тот момент. Там внизу было написано. А вот подарки для молодоженов вы можете приобрести в таком-то магазине. Я прихожу в такой-то магазин. Там был написан магазин и адрес его. Я прихожу в этот магазин и задаю вопрос продавцу-консультанту. Скажите мне, покажите мне, пожалуйста, список подарков для Маши там и Васи. И мне дают этот список подарков. Там напротив каждого подарка есть цена. И ты можешь купить от 200 рублей до 25 тысяч, любую позицию, которую ты осилишь. Тебе дают вот эту деталь. Соответственно, ты ее купил, ее уже вычеркивают. И так молодожены, в общем, собрали, по-моему, такой очень приличный, очень симпатичный столовый сервиз. Вот мне очень понравилась вот эта история. И мне кажется, она может быть взята вами на заметку. Супер, спасибо большое. Спасибо, Наташенька. Спасибо. Давай, хорошая. Отличная тема вообще. Спасибо тебе. Просто самое то. Давайте. Счастливо. Ну вот, видишь как. Да, это очень интересно. Единственное, что надо такой очень универсальный магазин, куда действительно можно прийти и все-все заказать там из разных сфер. Это классная идея. Кстати, это тоже взято из Европы. В Европе вообще молодые ходят с электронной штучкой и сканируют подарки, которые они хотят. То есть там прям все продвинуто очень. Вот, да, все так восторжено. Наташа молодец тоже, да, ты молодец. А мне что-то, знаешь, опять пробило на суровую действительность. Мне показалось, что вот я вижу этих людей, Машу и Васю, да, вот в Наташином ряде, которые говорят, слушай, мне очень нужен мопед, а мне очень нужны новые роликовые коньки, и еще мне вот это уже, давай мы сейчас с тобой женимся. Затеем. А что, хороший вариант. Да, да, затеем. Нам все этого надают, потом тупо пополам все разверлись. И через пару месяцев уже развелись. Ну, бывает, не сошлись характеры. Все, все, всяко бывает, но, к счастью, мне не попадались такие пары. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Так, хорошо. Значит, еще тогда вот давай мы о чем с тобой поговорим. Мы с тобой поговорим о твоих, о как ты видишь перспективу этого дела. Ну, опять я вернусь к тому, что ты затеваешь малый пока что бизнес. Пока, видимо, количество твоей потенциальной клиентуры, да, тебя одной достаточно, да, ну, может, супруг помогает еще, кто-то у тебя рядышком есть. А вот давай предположим, что все, да, слухами земля полнится. И все говорят, вы знаете Елена Абозная? У нее суперагентство. Супер просто. Я был на трех свадьбах, на собственных причем, и каждый раз просто с удовольствием уходил. Всем рекомендую. И все. И, значит, обрастает, обрастает все слухи. Все в очередь встают, встают. И ты уже, она, не справляешься. Что делать дальше? Ну, к счастью, у меня счастливая рука. Пока у меня никто не развелся из тех людей, кого довелось пожилить. Ну, дело не в этом. Вот. А вообще, что дальше? То есть, безусловно, у меня сейчас уже есть команда, то есть это люди, с которыми я работаю, это декораторы, девочки. А у тебя офис есть, кстати? Офиса нет. Потому что я вообще думала, что, конечно, наверное, было бы неплохо и в экономическом плане там арендовать офис. Но, с другой стороны, я понимаю, что... Это расходы. Да, ну, это расходы, на самом деле, это расходы такие же сопоставимые, что я вот встречаюсь каждый день с кем-то, и обязательно там то кофе, то еще что-то. Это, по сути, сопоставимо то же самое. И поэтому, ну... А, кстати, ты платишь за... Всегда по-разному. Очень часто меня угощают мои заказчики. Заказчики, да. То есть, вот. Это сопоставимо, поэтому... Здесь есть один нюанс. Все мои клиенты находятся в разных концах Москвы. Им гораздо сложнее приехать ко мне. Я более мобильна. То есть, получится, я буду арендовать офис, плюс еще платить деньги за кафешки и так далее, и так далее. То есть, это будет двойная такая цена. То есть, офис мне не нужен. Я, как бы, у меня офис в голове. А тогда давай... Это здорово. Ну, в любом случае, знаешь как, голова головой, а потом когда вот такой комиссии информации... Когда будет, безусловно, когда будет поток большой, у меня будет большая команда, будут люди, которые будут заниматься, там будут менеджеры, которые будут заниматься. Но я, если честно, пока немножко этого опасаюсь и не очень этого хочу, потому что я получаю колоссальное удовольствие от подготовки к каждой свадьбе. Ну да, тут понятно, тут уже проблема роста. Тебе будет... В какой-то момент, да, вот, кстати, если опять вспомнить, да, с Джей Ло этот фильм-то, она уже заматерела в какой-то момент, она уже не общается непосредственно с клиентом, что ей тоже очень нравится. А она становится партнером, потом она становится генеральным директором, потом она становится небожителем, и, конечно, ей уже... Каждого конкретного... А в этом же кайф-то, правильно? Начинали-то от этого. Кайф именно в этом, да. Ну смотри, все-таки, если говорить о болезни роста, может быть, есть смысл, как, на твой взгляд, учитывая, что мы в 21 веке живем, многие активности или большие активности перенести в интернет. То есть есть такой вариант для онлайн-ого, например, офиса, ты создаешь себе сайт... Есть сайт, кстати? Нет еще? Работаю над сайтом сейчас, да. О, создаешь сайт, там это все... И, собственно, жизнь туда перемещается. Или есть огромное количество социальных сетей, ну и не огромное, хорошо, какое-то количество социальных сетей. Да, у меня есть группа ВКонтакте, группа в Фейсбуке, есть общение, то есть, но никакой онлайн не заменит человеческого общения. То есть, безусловно, при первой встрече нужно встречаться лично, потому что это очень важно для, как бы, посмотреть друг друга в глаза и понять, почувствовать друг друга, можем ли мы вообще вместе полгода этих готовиться, не побивая мы там в конце друг друга. Не дай бог. То есть это важно. Поэтому онлайн, онлайном, а как бы живая реальность, это живая реальность. Согласен, согласен. Ну и продолжение тоже нашей темы. Смотри, есть свадьба, как достаточно, я бы сказал, законченное мероприятие, да, ну и как бы и по идее понятно, о чем речь, да, и по формату там, ну, с небольшими, да, техническими какими-то ответвлениями, в зависимости от идеи. Ну, понятно, есть свадьба, вот есть жених, есть невеста, и вперед. Смотри, но тем не менее, проводя свадьбы, все-таки у тебя нарабатывается некая технология ведения мероприятий, в целом мероприятий, да, понимаешь, к чему я веду? То есть, с другой стороны, почему тебе там ребята поженились, да, а потом они говорят, слушай, а у Наташки там через месяц день рождения, сделай нам день рождения. А потом, дай бог, да, у них маленький появился, и они говорят, вот мы его крестить повезли, ему годик, а сделай-ка нам вот это торжество. Вот об этом ты. Ну, это ивент-бизнес, то есть мне вот именно в разные праздники не хочется идти, потому что я люблю именно свадьбы. И я считаю, что стиральная машина там не может пылесосить, то есть, ну, условно. Если я создаю свадьбы, организую свадьбы. А есть комбайн. Да, ну, не важно, это не важно. Просто я специализируюсь именно на этом. Я получаю от этого колоссальное удовольствие, я знаю, как это сделать хорошо. То есть, безусловно, любой праздник может сделать Ну, а подготовить день рождения, по сути, тот же самый праздник. Да легко, да легко. То есть, концепция одна и та же, суть одна и та же. Вот, вот. Опять мы говорим о технологиях, мы говорим о бизнесе, понимаешь? То есть, понятно, что ты кайфуешь именно вот от того, что есть невеста. Мне бы хотелось именно вокруг свадебного бизнеса делать свадебные, как бы, приложения, так сказать. А что это свадебные приложения? Например, жених с невестой собираются в отпуск. Им хочется что-то необычное, интересное. Honeymoon Travel предлагает вам суперусловие. Ну, это опять обязательно свадебные путешествия, или уже вне контекста свадьбы? Именно свадебные путешествия, потому что люди готовы на это потратить гораздо больше денег, чем в обычное путешествие. Все-таки, вау, это Honeymoon, один раз в жизни и так далее. А знаешь, я что-то вспомнил сейчас, что есть же огромное количество свадеб в пределах одних брачующихся. Есть традиционные, потом, я сейчас, извини, буду путаться, я потому что точно не знаю, но есть деревянные, фарфоровые, серебряные, золотые, плави, каких только не нужно. Можно хоть каждый год устраивать праздники. Пожалуйста. Было бы желание и деньги только. Да, то есть у меня сейчас есть там запрос на организацию серебряной свадьбы. Это сколько, кстати, серебряной? Это 25 лет. 25 лет совместной жизни. Совместной жизни, да. Это, конечно, вау. Ну, и тут стоит уважать просто таких людей. Да, это действительно достойно уважения. Особенно в наш век вообще непостоянство, да, такого катастрофического. Это стимул, к чему стоит стремиться. Конечно, конечно. А фарфоровые, это сколько? Ой, если честно, да, не знаю. А золотая, это 50, по-моему, да, юбилейши? Золотая, это 50, да. Золотая 50. У меня, кстати, бабушка с девушкой недавно отметили золотую свадьбу. Молодцы. Вот, да. При случае передай им огромное мое поздравление, мой привет. Дай бог им здоровья. Это самое главное. Нет, это здорово, это здорово. К этому надо стремиться, друзья мои. Да, они к формальной свободе. Свобода в данном контексте ни к чему хорошему, как правило, не приводит. Ну, это моё мнение. Друзья, мы заканчиваем. Огромное спасибо. В гостях у меня сегодня Елена Абозная, основатель свадебного бюро Honey Mood. Мы говорили о свадебном бизнесе в России, который, слава богу, живёт и процветает. А это значит, что наша жизнь продолжается. Да. Дай бог, что она продолжалась в той же самой динамике, в позитивной динамике. Любите друг друга, женитесь друг на друга обязательно. А мы поможем. Обязательно.